Почти сотню летучих мышей удалось спасти во Владимире Волынском. Бригада рабочих заменяла окна в старом здании и наткнулась на колонию животных, которые устроили там зимовку. Как проходила операция и куда переселили летучих мышей, расскажут корреспонденты ЮИТВ. Олег нашел летучих мышей в этом доме, когда заменял старые оконные рамы на металлопластиковые. Они были сонные, только когда их вытаскивал, пробовали кусать. Это было. Это летучая мышь вида «Рыжая вечерница». Она занесена в Красную книгу Украины. До середины апреля эти рукокрылые должны еще спать. Если их разбудили раньше, чем это должно быть, то, конечно, их нужно кормить, поить и следить за их весом. 90 найденышей приютила у себя дома волонтер Наталья Волошина. Мы принесли их в тепло, и они активизировались. В холоде они впадают в спячку. Но если они уже проснулись, их растормошили, они не упадут в тот анабиоз. Двое-трое суток без еды, и они просто погибнут. Чтобы животные не погибли от голода, их подкармливают червями-зоофобусами. Видите, как они едят. Серединку надо им выдавливать. Мои сладкие. Сегодня они наедятся. Я сегодня буду спать. Воду летучим мышам дают из шприцов. Одно животное весит около 30 граммов. Чтобы понять, достаточно ли им корма, их взвешивают каждый день. Если меньше грамм 25, это уже критический вес. И таких летучих мышек нужно усиленно кормить. Летучих мышей волонтеры передадут в Харьков. Там находится единственный в Украине реабилитационный центр, где занимаются рукокрылыми. И уже весной их выпустят на свободу.